Конкурс педагогического мастерства в самом разгаре. Накануне мы уже рассказывали о том, какие визитные карточки представили участники. На этот раз учителя и воспитатели провели открытые занятия с детьми из Салихарда. Площадками для проведения стала Абдорская гимназия и детский сад «Кристаллик». Наша съемочная группа присутствовала на занятиях. Альмира Новоселова расскажет подробнее. Учитель информатики Злоботнадской 8-й школы использует современные технологии на уроках. В интерактивной презентации выполнять задания одновременно могут сразу все ученики. Каждый управляет курсором с помощью индивидуальной компьютерной мыши, а изображения на экране общие. На открытом уроке Наталья Каляева учит своих новых учеников из Абдорской гимназии создавать гиперссылки. Чтобы члены жюри могли объективно оценить работу педагога, урок ведется с детьми, которых она впервые увидела лишь за пару минут до начала урока. Конечно, работать с незнакомыми детьми трудно, потому что ты не знаешь их способностей, не знаешь, какие вопросы они будут тебе задавать. Но урок показал, что все прошло хорошо. И вообще учитель – это ведь такая профессия актерская, когда учитель как на сцене исполняет свою роль и должен быть готов во всеоружии всегда. За звание лучшего воспитателя Ямала борется Олеся Толстопятова из города Семилиственец. Воспитатель рассказала малышам из детского сада «Кристаллик» о белых журавлях в стерхах. Эти птицы занесены в Красную книгу. За 20 минут занятия ребята совместными усилиями создали плакаты, которые помогут привлечь всеобщее внимание. Благодаря интересной теме и увлекательной подаче Олеся Александровне легко удалось занять ребят. Если любишь детей, то мне кажется, это совсем не трудно. Главное их увлечь, чтобы им было интересно, и найти с ними контакт. Тогда будет все просто. Каждый воспитатель умело находит подход к каждому ребенку. И складывается такое ощущение, как будто он уже знаком на протяжении длительного периода. То есть дети абсолютно свободно общаются с воспитателем. И в такой непринужденной обстановке атмосфера конкурса совсем не чувствуется. Впереди еще два дня испытаний, методические семинары и мастер-классы. А в эту пятницу в окружной столице состоится торжественная церемония закрытия конкурса педагогического мастерства, где и будут объявлены лучший учитель и воспитатель 2017 года. Альмира Новоселова, Алексей Руженко, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова